Глава номер 8 Глава номер 8 Глава номер 8 Задача номер 12 Центральный угол равняется 35 градусов, 150 градусов или 320 градусов И нужно вычислить вписанный угол, опирающийся на ту же дугу, что и центральный угол Итак, значит, это у нас центральный угол Значит, это у нас угол бета Соответственно, вписанный угол будет половина центрального угла 35 градусов делим пополам Получим 17,5 градусов В следующем случае угол 150 градусов Значит, кэхэкэлма Бета пополам 150 градусов делим пополам Получаем 75 градусов В последнем случае 320 градусов 320 градусов бета Альфа Бета деленное пополам 320 градусов Делим пополам Получаем 160 градусов Задача номер 13 На этот раз нам дан вписанный угол 40 градусов или 120 градусов И нужно вычислить центральный угол Соответственно, сейчас нам дан альфа Альфа 40 градусов И если альфа это половина от бета То значит бета это 2 альфа Значит, мы 2 умножаем на альфа на 40 градусов И получаем, что бета 80 градусов В данном случае у нас альфа 120 градусов Значит, бета это 2 альфа 2 умножаем на 120 градусов Получаем 240 градусов Задача номер 14 В учебнике дан такой рисунок Надо найти угол альфа И обосновать свой ответ Мы видим, что вот этот угол И вот этот угол, который нам известен И который равен 58 градусам Опираются на одну дугу И значит угол альфа Будет равен вот этому углу То есть вписанные углы Опирающиеся на одну дугу Ровный Задача номер 15 В учебнике будет такой рисунок И нужно будет найти углы альфа и бета Итак, угол альфа это центральный угол Это у нас вписанный угол Это значит, что альфа равен двум таким углам Альфа у нас 2 умножить на 38 градусов Получается альфа равен 76 градусам Итак, это у нас центральный кискус кульма Это у нас угол бета Образован касательными То есть это тангентикулма Значит, угол альфа плюс угол бета Это 180 градусов Значит, угол бета Это 180 градусов Минус угол альфа 180 градусов Минус 76 Значит, угол бета 104 градуса Задача номер 16 Рисунок из учебника Нужно будет найти угол бета Вот этот вот угол Если прямые L и S Являются касательными данной окружности Для начала найдем вот этот вот угол Обозначим его угол альфа Этот угол альфа и вот этот угол Смежные углы Веерус кулмед Это значит, что альфа Будет равен 180 градусов Отнять известный нам угол 108 градусов Значит, угол альфа Будет равен 72 градусам Дальше проведем Радиусы В точке касания Вот этот вот угол Назовем его угол гамма Это центральный угол Это значит, что угол альфа И угол гамма В сумме дают 180 градусов Значит, угол гамма Это 180 градусов Минус угол альфа 180 градусов Минус 72 градуса Мы получаем, что угол гамма Это 108 градусов Угол гамма у нас Центральный угол Угол бета Это кэхэкульма Это значит, что То есть, вписанный угол Значит, угол бета Равен половине центрального угла Половине от гаммы Гамма, деленная пополам И это значит 108 градусов Делим пополам Получаем 54 градуса Угол бета 54 градуса Задача 79 Рисунок из учебника И нужно будет найти Угол альфа и угол бета Если известно, что угол Для вот такой вот дуги АВ Равен 50 градусам Альфа и бета Надо будет найти Угол альфа и бета Угол для вот такой дуги АВ Равен 50 градусам Это и есть наш угол альфа Угол альфа 50 градусов Угол бета Это кэхэкульма Это значит, что угол бета Равен половине угла альфа Это значит 50 градусов делим пополам Получаем, что угол бета У нас 25 градусов Задача 80 Рисунок из учебника Нужно найти угол альфа Этот угол нам известен 66 градусов Вот этот угол Назовем его угол бета Это наш центральный угол Кэхэкульма А этот угол Это у нас вписанный угол Кэхэкульма Это значит, что угол бета Центральный угол Равен двум вот таким углам Угол бета Это 2 умножить на 66 градусов 132 градуса Угол бета у нас 132 градуса Вот этот угол альфа Это угол, образованный касательными То есть тангентикульма Это у нас центральный угол Кэхэкульма Значит, их сумма равна 180 градусам Отсюда мы найдем, что Угол альфа Это 180 градусов Минус угол бета 180 градусов Минус 132 градуса Получаем 48 градусов Угол альфа равен 48 градусам Задача 84 Рисунки из учебника И надо будет и в этом И в этом случае найти угол альфа В первом случае Оба угла Опираются на хорду Это линия, которую я провела Это Янны И углы, опирающиеся на хорду В сумме дают 180 градусов Это значит, что угол альфа Будет 180 градусов Минус Известный нам угол 84 градуса Значит, угол альфа 96 градусов В этом случае Это у нас радиус Радиус, проведенный в ту же точку, что и касательная Перпендикулярен Перпендикулярен Этой касательной Значит, этот угол у нас 90 градусов Этот угол у нас 50 градусов Значит, мы можем найти Вот такой вот угол Назовем его Бетта Значит, угол бетта Это 90 градусов Минус вот этот угол 50 градусов Угол бетта Равен 40 градусам Поскольку и вот эта вот сторона И вот эта сторона Это радиусы Значит, они равны И это значит, что вот это у нас Равнобедренный треугольник Соответственно, вот эти углы Будут равны Бетта и бетта 1 Угол бетта будет равен Бетта 1 И они будут равны Каждый по 40 градусов Соответственно, вот такой вот угол Назовем его Гамма Сумма углов треугольника 180 градусов Значит, угол гамма Это 180 градусов Минус угол бетта И бетта 1 Значит, угол гамма Это 180 градусов Минус Бетта 1 И минус бетта Значит, угол гамма У нас 100 градусов Полный оборот Полный угол 360 градусов Значит, альфа Это 360 градусов Минус гамма Так, альфа 360 градусов Минус 100 Гамма Получаем 260 градусов Угол альфа Равен 260 градусов Субтитры создавал DimaTorzok